Норвик Банка 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 И подруга потом говорит, ну попробуй, сходи. Но она меня притащила, стою в коридоре, стою, трясусь. Я говорю, давай пошли отсюда, давай обратно. Она говорит, нет, уж раз пришли, отобрала от меня куртку. Говорит, значит, иди. Но я зашла, честно, я уже не ждала ответного звонка. Как-то думаю, время столько прошло. Потом позвонили, я там вообще бегала, летала просто по дому. Мама такая говорит, я не узнаю, что с тобой. Вот. Ну, я очень рада, конечно, что я сюда попала. Для меня это, скажем, большая практика, наверное. Я только хотела тебя спросить, два месяца уже как бы мы в проекте, да? Вот ты лично чему-то научилась уже? Что-то новое для себя открыла? Ну, я открыла новое, что я вообще могу петь. Не просто там где-то на школьном, скажем там, в каком-то вечере, где-то с кем-то там пропищать что-то, а что действительно у меня есть голос. Там я пела так, микрофон, о, микрофон погромче, так, поближе, хорошо. Здесь вот, когда на репетитех Артур сказал сильнее, я почувствовала, что у меня действительно какой-то есть голос. Для меня, честно, вот это было открытие. Потому что до этого как-то так. В хоре пела вторым голосом, тоже лентянчила, так стояла для массовки. Ну, пела, пытала. Ко второму концерту какую песню ты готовишь? Ко второму концерту готовлю песню Алина Апина «Электричка». Хотела что-то побыстрее, получила. Вот. Да, хотелось поживее. Потому что такой человек, честно, по себе сама на месте сидеть не могу. Постоянно мне надо что-то делать. А вот первая песня, как-то, честно, немножко, может быть, даже ошиблась в ней. Мне просто эта песня очень сама по себе нравится. Но когда я стала ее петь, для меня это было тяжело очень. Люба была очень расстроена своим выступлением на первом концерте, за которое жюри поставило ей низкие оценки. Были слезы, состояние усугубляло плохое самочувствие. Накануне девушка перенесла ангину. И, конечно, очень обрадовалась, что ее оставили на проекте. И обещает больше не подводить ни себя, ни продюсера. ПЕСНЯ Ребята, слова, буквы, дикция. У тебя был не семафор, а семафо. Реальный просто семафо. И так очень много слов. Я не знаю, что такое семафо. Выговаривай о концовке семафор. Привеличивай. Потом это все осядет, когда будут понятны слова. А если ты сейчас заучишь так, то у тебя будет и семафо, и спики, а не спички. Все же очень четко, понимаешь? Следующая участница нашего проекта – Елизавета Наглы. Будущий специалист по связям с общественностью. После окончания вуза Лиза мечтает уехать в Испанию. И поэтому усиленно занимается изучением испанского языка. А вот что сама Лиза рассказывает о себе. Меня зовут Елизавета Наглы. Я учусь в Балтийской международной академии. Я пела с первого по четвертый классом, но индивидуально работала учительницей. Я училась в шестой школе. Но потом я перешла в центральную гимназию. Тогда занялась я профессионально волейболом. Было уже не до песен. Ну да. Тогда была у меня тоже учеба. Тоже было достаточно тяжело. И спорт, и учеба. Потому что у нас был спортивный класс. Я очень следила за первым проектом. Мне очень нравилось. Ну и решила попробовать себя тоже. Ну попробовала. Пришла на кастинг. Тебе позвонили. Я даже не надеялась. Сходила на кастинг. Ну и бог с ним. К второму концерту какую песню готовишь? Варвару ближе. Вот я постараюсь, что в этот раз, да, у меня все получится. Я на это надеюсь. Ну еще какие-то увлечения. Свободное время. Я понимаю, сейчас, наверное, его очень мало. У меня нет свободного времени, потому что у меня и учеба. Потом с учебы сразу сюда. У меня здесь рай. Потому что я очень люблю пение. Вот. Ну очень стесняешься. Камеры и микрофона боишься, да? Очень. Очень. Никогда не давала интервью. Это для меня что-то новое. Ну для этого ты и пришла на проект, я так понимаю? Или для чего ты пришла на проект? Ну больше, наверное, для собственного удовольствия. Смогли в семье? Ну да, наверное. Лизе действительно не хватает уверенности в себе. И пока она еще очень неуютно чувствует себя перед камерой. Но мы надеемся, что она сумеет преодолеть свои страхи и совсем скоро перестанет бояться нашего оператора. Тем более, что некоторые успехи в этом направлении у нее уже определенно есть. Ой, ну наконец-то хоть что-то, эмоция какая-то у тебя. Ну что такое, ну? Даже звук стал другой у тебя, когда ты улыбнулась. Звук стал другой у тебя, когда ты улыбнулась. Элизавета, я рад, что ты начала петь. Эта песня куда лучше, чем предыдущая. Только смотри, конечно, там с вокалом надо работать очень много, но... Но-но-но-но-но... Вот эта концовка песни показала мне тут. Ты же как-то будь в образе от начала песни до конца. Это как в школе, когда ты расскажешь тихотворение. Я уже повторял это много раз. Это все-таки, ну, с выражением. А это выражение у тебя то появляется, то пропадает. То ты в образе, то ты не в образе. И в конце уже музыка закончилась. И ты такая думаешь, ну что ты, ну, пойду в магазин уже, все уже. Как-то надо быть с песней в этой образе до конца уже. В следующем выпуске нашего дневника мы познакомим вас поближе с двумя оставшимися участниками из старшей группы. Ольгой Лавринович и Евгением Петровым. Генеральный спонсор проекта Норвегбанка. В студии продолжается активная работа по подготовке ко второму отчетному концерту, который состоится 27 марта во Дворце культуры. Как мы уже сообщали ранее, концерт пройдет в Большом зале Дворца. И наши конкурсанты будут выступать на сцене, на которую не раз выходили звезды самого высокого уровня. Согласитесь, это большая ответственность. Однако, несмотря на то, что до концерта осталось совсем немного времени, большинству участников еще предстоит очень много работать. Зачем? Зачем? Зачем все это? Зачем? Зачем все это? Зачем? Зачем все это? Зачем? Почему эти инструменты? Зачем золото? Она смотрит на него, но на сердце холло, он идет в дождь, который плотный нет. Ведь я мечтаю, пустят в крови. Настя, ну ладно, куплет еще более-менее. Но добавь какое-то выражение, а то у тебя глаза напуганы, и ты поешь. И причем, тихо, 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 тихо. Да, очень правильно, как шарманка. Ну ладно, в куплете хорошая шарманка. А припев, зачем мне это? Я тоже не могу. Зачем все это, зачем? Плаваешь, нота как бы не конкретная, где-то около, да, ходишь этой нотой. Руслан, меня очень радует, что ты говоришь, что ты попал вовремя, что ты не теряешься, что тебе появляется смелость. Ну пожалуйста, к этому всему добавь, пожалуйста, дикцию, хорошо? Как мы прошлую песню разбирали? Дети, ну можно? Тихо, пожалуйста. Медленно, по одному слову, по несколько раз в час, хорошо? Пожалуйста. Прежде чем показать вам следующий фрагмент, хотим пояснить, что во втором концерте в качестве гостя будет принимать участие конкурсант из первого проекта Юра Васильев, который вместе с Настей Горбачевской и Кариной Корницкой исполнит песню «Восточные сказки». Ребята, давай. Юра, давай сильнее. А энергия где? Я представляю, что этот номер должен быть такой, что вы стоите по бокам, микрофон на стойках, вы работаете руками и своим телом в танце, потому что если вы сейчас закружитесь в этом танце с микрофонами, у вас с пением ничего не получится. А Юра будет вас дополнять, вот он будет колбаситься к вам туда, подходите и будет вас обтанцовывать. Большинство ребят осознают всю серьезность происходящего и ответственность перед зрителями. И прилагают максимум усилий, уделяют подготовке к концерту все свое время. Их успехи и достижения видны на каждом занятии. Хотелось бы, чтобы и все остальные работали так же, как, например, Вика Чиннова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Про что песни-то хоть? Про что песни-то? Про что песни-то? Про шведскую. Ну потому что, короче, в нашем мире не плачет пиво, я смотрю, у тебя там у меня сердце сжигается, страсть, утра попали. Очень не хватает. Да. Она у нее такая жесткая. Такое ощущение, что девушки на войну, сбивать мужа идут. Вика поет без эмоций, где у Вики болит голова, или где у нее болит горло, или где она не готова. И ведь она точно так же, как вы. Она не вышла, вот вчера нашла песню, вышла и спела. Видно же, что за этим стоит огромная работа. И, между прочим, когда будет заканчиваться проект, и к голосам, смс-голосований добавятся, кроме ваших друзей, родителей и родственников, смски посторонних людей, огромное, я уверена, на 100%, огромное их количество пойдет в пользу Вики. Мы все снимаем, мы все показываем. Вам что, все равно, как вы там выглядите? Я не понимаю. Славис, знаете, что я вам скажу? Меня очень удивило, когда я на новой волне, на репетиции, видел, как репетирует Меладзе. Причем он себе может позволить, действительно, то, что позволяет себе вы, расслабиться, как бы. У него даже эта стойка его была на репетиции, вся эта рука с этими руками, понимаешь? Мужчина, взрослый, вышел, простая репетиция. Причем под фонограмму, запись там идет, гостей. Тем не менее, он отработал это и сделал хорошо. Вам же тоже это надо. Вы сюда приходите, пожалуйста, отдайте до конца. Мы снимаем, и я потом это показываю. Люди смотрят. Ведь концерты они видят один раз в месяц. И еще не факт, что у вас, ну дай бог, да, чтобы все получилось. В дневниках я показываю репетиции. Я буду это показывать, мне больше нечего показывать. Вот я говорю. Я практически каждый день просматриваю, просматриваю, когда я составляю. Нет ни одного видео, где бы Вика пришла и сказала, что у нее там что-то не так, что она там что-то не нашла. С улыбкой всегда, но еще раз говорю, это легко кажется нам. Смотреть на это, получаешь удовольствие. Но за этим стоит огромная работа. Вика, молодец. Молодец. А остальным учиться надо. В младшей группе особенно хочется отметить Сашу Кудряшову. Отличное выступление на первом концерте нисколько не вскружило голову нашей маленькой звездочки. И она продолжает упорно трудиться, готовясь к очередному выступлению. Кстати, на этот раз Саша исполнит песню «Мама», которая уже звучала на нашем проекте в исполнении сестричек Ваббелы. Саша исполнит песня «Мама» «Мама» Моя мама лучшая на свете Она мне, как солнце в жизни светит Мама самый лучший в мире друг Как люблю тепло ее я рук Активная работа идет и в «Арис» студии, где ребята занимаются с нашим хореографом Ариной Спиридовой. В следующем выпуске нашего дневника мы с вами побываем на одном из занятий и поподробнее расскажем и покажем, что там происходит. А на сегодня у нас все. Смотрите новый дневник проекта каждый вторник и пятницу на канале Даутком ТВ. Следите за развитием событий вместе с газетой «Сейчас». Читайте о нас, смотрите на нас и голосуйте за наших конкурсантов на сайте Грани ЛВ. Напоминаем, что от ваших голосов зависит, кто из участников может покинуть проект в случае неудачного выступления на концерте. И до встречи на канале Даутком ТВ. Генеральный спонсор проекта «Норвикбанка». «Норвикбанка»